Девушки отдыхают Правда ли, что этот хобот – самый чувствительный искатель на планете? И почему птицы громче всего поют утром? Откроем вместе с вами удивительный мир животных. На открытом пространстве без спасительных водорослей этот карликовый морской конек рискует жизнью и попадает прямо в пасть камбалы. Камбала хорошенько кусает, отпускает конька, который принимает былую форму и продолжает плыть, как ни в чем не бывало. Это хрупкое создание гораздо крепче, чем кажется. А удивительное строение его скелета может вывести протезирование на новый уровень. Почему морской конек почти неуязвим? В мелководных акваториях мира обитает 47 видов морских коньков. Размер этих загадочных животных варьируется от 1 до 30 сантиметров. Все виды способны менять цвет и сливаться с окружающей средой. У каждого есть крошечный спинной плавник-двигатель, с которым они развивают скорость до полутора метров в час. Хоть из-за крошечных плавников морские коньки очень медленно плавают, у них есть большое преимущество. Они практически не создают колебаний воды, что позволяет конькам незаметно подбираться к ничего не подозревающим рачкам и планктону. Но есть и минус. С такой скоростью коньков легче поймать. Лучший инженер-биомеханик профессор Джоанна Маккитрик уверена, что этот недостаток привел к появлению выдающегося свойства. Медленным пловцам вроде коньков нужна надежная защита. У морского конька есть не только скелет, но и порядка сотни угловатых костяных пластин, покрывающих все тело. Благодаря им морской конек, единственное животное, хвост которого, квадратный в поперечном сечении. Морские коньки – единственное животное с квадратным хвостом, и мы задумались, почему он квадратный, а не круглый. Джоанна провела исследование. Мы поместили морского конька в микротомограф, похожий на обычный, а потом сделали искусственный хвост конька. Создав более масштабную модель хвоста, Джоанна раскрыла тайну неуязвимости вида. Очень хитрое строение. Когда я сжимаю хвост, как хищник, видно, как L-образные пластины деформируются. Каждый квадратный блок хвоста состоит из четырех L-образных пластин. При нападении на конька пластины наслаиваются друг на друга, тем самым смягчая силу укуса и защищая важные части, например, позвоночник. Что еще удивительнее, когда хищника разжимает челюсть, эластичные тяжи соединительной ткани возвращают пластины на место. Можно его вывернуть и уронить, и он тут же вернется в изначальную форму. Но это еще не все. С помощью стеклянного стержня мы увидим предназначение хвоста морского конька. Такое строение защищает. А способность пластин перекрывать друг друга позволяет хвосту не просто сгибаться, а захватывать тонкие стебли растений. Он полностью обернулся вокруг стержня. У них очень гибкий хвост. Джоанна решила сравнить захват хвоста морского конька с цепким хвостом обезьяны. Поперечное сечение хвоста обезьяны круглое. Значит, лишь небольшая его часть контактирует с предметом, за который цепляется. Но строение хвоста морского конька позволяет гораздо больше. Как видите, здесь больше площадь поверхности, что позволяет крепче цепляться за растения. А площадь поверхности круглого гораздо меньше. Квадратный хвост цепляется лучше. Пластинчатый хвост морского конька вдохновил профессора Маккитрик на создание нового поколения более гибких роботизированных рук для использования в хирургии и спасательных операциях. Его строение потрясающее. Для создания гибкого зажима хвост морского конька – лучший образец. Похоже, эти удивительные животные хранили потрясающую тайну. Оказалось, быть квадратным – здорово. Получив косточку или резиновую игрушку, собаки часто закапывают их в землю. Что удивительно, ведь под землей предметы пачкаются или их портят насекомые. Но многие собаки не могут не закопать любимый предмет или лакомство. Почему собаки все закапывают? Наблюдая за щенками и молодыми собаками, ученые заметили нечто важное. Некоторые пытаются закопать игрушки в доме, а другие с помощью морды даже закидывают лакомство воображаемой землей. Такой инстинкт включает минимум пять отдельных шагов. Отнести особую вещицу в безопасное место. Проверить, не видит ли кто. Выкопать яму. Уложить вещь. Засыпать землей при помощи морды. Как и другие инстинкты, эта пошаговая инструкция зашифрована в собачьей ДНК. А ДНК собаки на 99% совпадает с ДНК вот этих существ – волков. Ведь, несмотря на 40 тысяч лет раздельного эволюционного развития, собаки и волки все еще принадлежат к одному виду. Для волков жизненно необходимо запасать пищу. Зимой волки способны загнать и побороть оленя, кабана и… Даже вопите весом в полтонны. Насытившись, стая прячут остатки в укромном месте. Не имея холодильников, волки выкапывают яму, укладывают еду и закапывают своим носом, как это делают домашние собаки. В холодном хранилище добыча несколько недель останется свежей. Несмотря на то, что питомцам не нужны запасы уже 40 тысяч лет, они не в силах противиться волчьей ДНК. Им нужно спрятать кусочек мяса в холодное хранилище. Поскольку вопите пасутся не в каждом дворе, вы, скорее всего, найдете свой носок, зарытый рядом с петуниями. Этот инстинкт настолько сильный, что от него трудно избавиться. Но надежда есть. Ученые заметили, что все больше представителей новых пород, вроде чихуахуа, не наделены геном закапывания, в отличие от представителей древних пород, вроде этой хаски. Возможно, что за следующие 40 тысяч лет собаки утратят этот бесполезный инстинкт. Хорошая новость. Еще есть свет в конце. Туннеля.